Всем привет! В этом видео мы поговорим о разреженных файлах. Смотрите далее, какие файлы называются разреженными и в чем их преимущества и недостатки. Какие файловые системы их поддерживают, как создать разреженный файл и как преобразовать обычный файл в разреженный. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Многие приложения и особенно базы данных хранят информацию в разреженных файлах. Это файлы, которые пытаются использовать файловую систему более эффективно, не позволяясь занимать дисковое пространство, когда разделы файла пусты. Фактически, хранилища используются только при необходимости. Незаписанная на диск информация в виде нулей хранится в метаданных файловой системы. Такие файлы будут занимать меньше места на диске, чем их реальный размер. Этот тип файлов поддерживает большинство файловых систем, их список вы сейчас видите на экране. Хотя разреженные файлы поддерживаются этими файловыми системами, прямой доступ к их функционалу через интерфейс операционной системы недоступен. Управление данным типом файлов доступно через командную строку. Далее мы это разберем детальнее. Помимо поддержки разреженных файлов в операционной системе есть еще функция сжатия файлов. Оба этих инструмента дают преимущество видеоэкономии места на диске, но достигают этой цели по-разному. Основным недостатком использования сжатия файлов является то, что это может снизить производительность системы при чтении или записи файлов, так как будут использоваться дополнительные ресурсы для распаковки или сжатия данных. Для некоторых программ это недопустимо и в таком случае будет лучше использовать разреженные файлы. Самым большим преимуществом разреженных файлов является то, что пользователь может создавать файлы большого размера, которые занимают очень мало места для хранения. Пространство для хранения выделяется автоматически по мере записи на него данных. Большие разреженные файлы создаются за относительно короткое время, поскольку файловой системе не требуется предварительно выделять дисковое пространство для записи нулей. Преимущества разреженных файлов ограничены лишь приложениями, которые их поддерживают. Если в программе нет возможности распознавать или использовать такие файлы, то она сохранит разреженный файл в исходном несжатом состоянии, что не даст никаких преимуществ. Пользователи должны быть осторожны в таких ситуациях, поскольку разреженный файл размером всего несколько мегабайт может внезапно увеличиться до нескольких гигабайт, когда неподдерживаемое переложение скопирует его в место назначения. Еще один из недостатков это то, что нельзя скопировать или создать разреженный файл, если его номинальный размер превышает доступный объем свободного пространства, или ограничение размера квоты, налагаемые на учетные записи пользователей. Например, если исходный размер разреженного файла со всеми нулевыми байтами составляет 500 мегабайт, а для учетной записи пользователя, используемой для создания этого разреженного файла, существует предел квоты в 400 мегабайт. Это приведет к ошибке, даже если фактическое дисковое пространство занимаемое разреженным файлом составляет всего 50 мегабайт на диске. Что касается жестких дисков, на которых хранятся разреженные файлы, то они также подвержены фрагментации, поскольку файловая система будет записывать данные в разреженные файлы по мере необходимости. Со временем это может привести к снижению производительности. Кроме того, некоторые утилиты для управления дисками могут неточно отображать объем доступного свободного места. Когда файловая система, содержащая такие файлы, почти заполнена, это может привести к неожиданным результатам. Например, могут возникать ошибки переполнения диска, когда данные копируются поверх существующей части файла, которая была помечена как разреженная. Для создания разреженного файла в операционной системе Windows будем использовать командную строку. В поиске пишем cmd и запускаем ее от имени администратора. Windows для управления разреженными файлами использует программу fsutil – утилита файловой системы. При выполнении команды create по умолчанию файл создается неразреженный. Переходим в папку, где нужно создать такой файл и вводим такую команду. Где sparse файл имя файла, а в конце указан его размер байтов. Чтобы присвоить файлу значение разреженный нужно выполнить следующую команду. Для удаления флага разреженный выполните такую команду. И чтобы снова присвоить атрибут разреженный выполните команду. Сам по себе атрибут еще не приводит к экономии места дискового пространства. Для этого нужно разметить пустую область, которая будет освобождена внутри файла. Для пометки пустой области введите такую команду. В конце данной команды указывается смещение и длина. Они задаются в байтах. В моем случае от 0 до 1 гигабайта. Для установки полностью разреженного файла указываем полный объем. Если нужно можно расширить файл указав здесь большее значение. Для того чтобы убедиться что файлу присвоенный данный атрибут выполним команду layout. Атрибут разреженный можно задать любому файлу. Просто выполнив эту команду с его именем. И задать нужный вам размер. В свойствах созданного ранее файла можно увидеть что при размере в 1 гигабайт файл занимает на диске 0 байт. Данный набор команд подходит для всех файловых систем Linux, которые поддерживают разреженные файлы . В Linux процесс создания разреженного файла немного проще, поскольку существует нескольких команд для создания таких файлов. Данный набор команд подойдет для всех файловых систем Linux, которые поддерживают разреженные файлы. Здесь можно использовать команду dd либо truncate. Первая команда имеет следующий вид, где файл sparse имя файла. И в конце указан его размер. Можно задать в байтах, мегабайтах и так далее. Вторая команда проще, она имеет такой вид, где s указывает размер, после которого идет имя файла. По сравнению с Windows в Linux при создании файла одной из команд он будет разреженным по умолчанию. Для преобразования обычного файла в разреженный есть отдельная команда, где первое имя обычного файла и второе имя разреженного файла. Если вам нужно увеличить уже существующий файл воспользуйтесь первой командой. Здесь замените имя и укажите нужный размер. Это увеличит его размер до двух гигабайт. Для проверки размера выполним такую команду. По сути данный набор команд подходит и для файловой системы Apple APFS. Так как Linux и macOS используют в своей основе архитектура ядра Unix они обе представляют доступ к Unix командам и командной оболочке bash. Запустите терминал и выполните команду для создания разреженного файла, которую я использовал в Linux. В macOS Catalina работает только первая команда и размер нужно указывать в байтах, иначе в результате команда выдает ошибку. Файловая система APFS при соблюдении определенных условий создает разреженные файлы по умолчанию. Поэтому для увеличения любого файла можно использовать команду применяемую для увеличения разреженных файлов как и в Linux. Зададим размер к примеру 500 мегабайт. В macOS размер нужно указывать в байтах. Выполнив команду и открыв свойства файла можно увидеть, что его размер увеличился до 500 мегабайт. Если вы случайно удалили или отформатировали диск с важными файлами и они оказались разреженными, для их восстановления воспользуйтесь программой HatOnPartition или Raid Recovery. Наша программа поддерживает разреженные файлы во всех представленных в этом видео операционных и файловых системах. Скачайте, установите и запустите программу. Просканируйте диск. Как видите, программа без труда находит существующие удаленные разреженные файлы и отображает их содержимое. Открыв файл в X-редакторе можно убедиться, что он полностью заполнен нулям. Программа нашла ранее удаленные разреженные файлы на диске с файловыми системой NTFS, РФС, Ботарофас, РФС, 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 и APFS, нужно лишь отметить нужные данные и нажать кнопку «Восстановить». По завершению процесса файлы будут лежать в указанной папке. Смотрим свойства. Файлы восстановлены в полном объеме. Использование разряженных файлов в любой из поддерживающих операционных систем имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому перед использованием их стоит рассмотреть. Знание о проблемах, которых могут привести разряженные файлы, поможет вам избежать потенциальных проблем в будущем. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.